с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 28 ноября всемирный день сострадания еще его называют всемирный день милосердия есть и символ у этого дня дерево сострадания с птицами которые сидят на его ветвях а предложил учредить этот необычный праздник притишнанди индийский поэт журналист и общественный деятель главная идея рассказать как можно большему количеству людей о преимуществах образа жизни на основе ахимсы это древний индийский принцип поведения и образа действий при котором первым требованием является не нанесение вреда не вреждения если такое слово не насилие это ключевая добродетель в индуизме буддизме и джейнизме ну а теперь о родившихся в этот день в 1820 году рождается фридрих энгельс немецкий мыслитель основоположник марксизма друг и соратник карла маркса в 1829 году российский композитор антон рубинштейн который вошел в историю отечественной культуры как основатель так называемого русского музыкального общества это концертная организация которая способствовала развитию регулярной концертной жизни и музыкального образования в стране он основатель 1 русской консерватории в 1837 году рождается джон хаят американский изобретатель бильярдных шаров интересно что этот американский наборщик обуревая благим желанием искусственно создать слоновую кость для бильярдных шаров за это была обещана кстати огромная премия изобрел 1863 году первую в мире пластмассу которая под именем целлоида получила широчайшее применение и быстро разошлась по всему свету 1880 год в этот мир приходит александр блок русский поэт писатель публицист драматург переводчик литературный критик классик русской литературы двадцатого столетия и один из ярчайших представителей серебряного века ветер хрипит на мосту меж столбами черная нить под снегами гудет чудо ползет под моими санями чудо мне сверху поет и поет все мне певучие тяжко и трудно песни твои снега и костры чудо я сплю я устал непробудно чудо ложись в снеговые бугры 1906 год день рождения дмитрия лихачева советского российского филолога культуролога искусствоведа доктора филологических наук профессора автора фундаментальных трудов которые посвящены истории русской литературы и культуры председатель правления российского фонда культуры в свое время а в 1915 году рождается константин кирилл михайлович симонов поэт прозаик и журналист герой социалистического труда лауреат ленинской шести государственных премий печататься начинается 1934 года участник боев на халкин голе а в годы великой отечественной войны работал корреспондентом красной звезды и неоднократно выезжал на фронт автор поэм суворов ледовая побоище стихотворений жди меня ты помнишь алёша дороги смоленщины трилогии живые мертвы да мы живем не забывая что просто не пришел черед что смерть как чаша круговая наш стол обходит круглый год не потому тебя прощаю что не умею помнить зла а потому что круговая ко мне все ближе вдоль стола но теперь о событиях этого дня 1895 год большие гонки в чикаго первые в америке гонки без лошадных экипажей то есть автомобилей они проходят по инициативе издателя чикагской газеты таймс геральт германа кольт штата учредившего призовой фонд аж в 5000 долларов электромобили вскоре после старта выйдут из строя в родных стенах все-таки победит американец который приедет к финишу спустя 10 с половиной часов совершив при этом еще крюк в 2 мили когда случайно собьется с дороги ну а средняя скорость победителя составила семь с половиной миль в час 1912 год начинает работу четвертая государственная дума она последняя в царской россии до февраля 1917 года состоится пять сессий наибольшее представительство в ней было у националистов и умеренно правых 120 депутатов и у октябристов 98 с 1915 ведущую роль в думе играет так называемый прогрессивный блок 1925 год сергей есенин пишет стихотворение клен ты мой опавший клен заледенелый что стоишь нагнувшись под метелью белый или что увидел или что услышал словно с деревни погулять ты вышел 1974 год последнее выступление на сцене джона леннона во время концерта элтона джона в нью-йорке он исполняет вместе с ним целых три песни одну из своего нового альбома и двух знаменитых бетловских концерт и сделанная на нем запись и так получились отличными а явление леннона спевшего с героем вечера целых три песни просто взрывает публику история появления лена на сцене во время концерта его приятеля весьма забавно джон леннон проиграл элтону спор последний помогал лену записать альбом при записи джон заявил что одна из песен точно станет хитом в чем очень сильно сомневался джон тогда музыканты поспорили если слова элтона оправдаются леннон будет вынужден выступить на одном из его концертов проиграл спор и выступил 1999 год парагвайский вратарь хосе луис человек в матче аргентинского футбольного чемпионата забивает ворота соперника целых три мяча с пенальти что до него не удавалось сделать ни одному вратарю в мире в ноябре 2004 года вратарь завершил карьеру причем в последнем своем матче он также забил пенальти всего же за свою карьеру человек забивает 62 мяча фантастика ну и последняя 1943 год в этот день 28 ноября начинается тегеранская конференция глав правительств трех союзных государств сталина ссср рузвельта сша и черчилля великобритания на ней рассматривался вопрос открытия второго фронта и много других тем советский вождь на открытии скажет я думаю что история нас балует она дала нам в руки очень большие силы очень большие возможности я надеюсь что мы примем все меры к тому чтобы использовать ту силу и власть которые нам вручили наши народы 1 декабря будет принята декларация совместных действиях войне против германии и о послевоенном сотрудничестве а также достигнута договоренность об открытии второго фронта в европе в мае сорок четвертого в ответ на настоятельные просьбы американцев советская сторона заявляет о готовности ссср после разгрома гитлеровской германии вступить войну против милитаристской японии с вами был николай пивненко в проекте дата